В Павадаре конкурс распределения грантов на поступление в местные вузы вызвал настоящий ажиотаж. На 200 мест заявки подали абитуриенты со всех регионов страны. Самых достойных отбирали члены специальной комиссии, куда помимо представителей Акимата и Управления образования вошли активисты общественных организаций, депутаты и журналисты. Все подробности в репортаже Салуата Тимирбулатулы. 18-летний Резабек выпустил к инновационного лица интерната для одаренных детей. По итогам ЕНТ у него не хватило всего, несколько баллов, чтобы получить грант Министерства образования и поступить в медицинский университет. Осуществить детскую мечту и стать врачом-окулистом теперь поможет грант Акимата области. Очень приятно, конечно, то, что нам выдали такой шанс, второй шанс. Постарается всех все хорошо учиться, конечно, чтобы не подводить. Споткнулась на нескольких вопросах и не смогла набрать достаточно баллов для поступления в вуз и Диана Жанписова. Еще в школе, в день учителя, когда дети выступали в роли педагогов, она заменяла классного руководителя. Сейчас подрабатывает нянечкой в детском саду. По итогам конкурса образовательных грантов комиссия дала ей возможность учиться в Павлодарском государственно-педагическом университете. С пятого класса я уже хотела быть учителем химии и биологии. Мечтаю, чтобы хорошо закончить институт и стать хорошим учителем. Решением Акимата в Павлодарской области выделено 200 грантов. Распределение шло с учетом потребностей региона в тех или иных специалистах. В итоге половина грантов выделили для подготовки медицинских кадров. 65 на педагические, еще 35 на технические профессии. Конкурс вызвал настоящий ажиотаж. Заявки для возможности учебы в Павлодаре посыпались со всей страны. Много было заявлений от абитуриентов, которые проживают вне Павлодарской области. Это в основном Карагандинская область, Казалардинская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области. И с нашей стороны при отборе и при приеме заявлений для участия в конкурсе никаких препятствий не было. Главное условие – это хорошая учеба и последующая отработка в течение трех лет в Павлодарской области. Все это прописано в договоре. А в случае неуспеваемости студент лишается бесплатного обучения, стипендий и общежития. Кстати, всеместные университеты заверили, что иногородних ребят, получивших гранты Акимата области, обеспечат жильем. Понятно, что нового студента, который будет поступать за счет Акиматовских грантов, будет дополнительная нагрузка на общежитие. Но в нашем университете, в общежитиях есть резервы, которые, конечно, эту проблему решим. В этом плане я не сомневаюсь. Студенты технических и педагогических специальностей будут обучаться в вузах Павлодара. А те, кто хотят стать докторами, поедут в медицинские университеты соседних семей и Караганды. Отмечу, что больницам Павлодарского прередыша сейчас не хватает 73 врача. Еще одна цифра. 200 образовательных грантов обошлись в бюджету области в 65 миллионов тенге. Причем эта сумма выделена только на первый год обучения. Из Павлодара Салават Семербулатула, Марат Игликов, Самат Аспанов и Алексей Амельницкий. Хабар, 24.